Всем привет, с вами Вика, и боже мой, как я по вам по всем соскучилась, как я давно не снимала так стационарно видео, как у вас дела, как у вас жизнь, что у вас нового, вот я за это время поступила, и если вам интересно, то я расскажу поподробнее в одном из следующих видео, так что жду твой комментарий внизу. Ну а сегодня таки долгожданная подборка фильмов для подростков про школу, про любовь, в общем, очень крутые и прикольные фильмы, ну а для тех, кто ждал первым влог или фильм про книги, то все скоро будет, и да, я составила вопрос в своем инстаграме, какое видео вы хотите видеть в следующем, поэтому если ты до сих пор не подписан, то подписывайся на мой инстаграм, я стараюсь постить крутые фотки, часто с вами там общаюсь, в общем, жду тебя в инстаграме. Также не забывай подписываться на этот канал, нажимать колокольчик, писать комменты, и давайте скорее начинать. Душа компании. Главная роль Эмилиса Маккарти, так что хотя бы поэтому уже стоит посмотреть фильм. В центре сюжета этой комедии домохозяйка Дина Майлз, чей брак дал трещину, и жизнь начала коситься под откос. Муж бросил ее, дочь, в колледже, и она остается сама, не имея образования, так как из-за брака ей пришлось отказаться от высшего образования, и недолго думав, она решает окончить колледж вместе со своей дочерью. Фильм очень забавный, веселый, и, ну, Мелисса Маккарти, ну вы серьезно. Фильм офигенный, я вам очень его рекомендую. Бутка поцелуев. Британско-американская романтическая комедия от Netflix, созданная по одноименному роману Бэт Рикклс. Сюжет рассказывает историю первой любви юной и общительной жизнерадостной девушки Эл Эванс. С раннего детства у Эл был лучший друг Ли Флинт, с которым они родились в один день в одном роддоме. Их матери были лучшими подругами, поэтому Эл и Ли росли словно близнецы и всегда отмечали день рождения вместе. Они делали все вместе, никогда не рассказывали свои секреты другим. И однажды они создали свои правила дружбы, которые, собственно говоря, и соблюдали. И одним из правил было не влюбляться в родственников друг друга. Однако после случайной встречи в будке поцелуев, Эл находит свою первую любовь в лице старшего брата Ли, Ноа Флина. Вскоре роман снова расцветает, Эл понимает, что нарушает правила и причиняет боль Ли. Между братьями быстро вспыхивает напряженность, и Эл может потерять обоих. Фильм очень интересный и закончился относительно для меня неожиданно. Фильм очень крутой, я вам, правда, его очень рекомендую. Секса не будет. Лучшие подруги Джули, Кайла и Сэм заканчивают выпускной класс, и впереди девчонок ждет отрыв на вечеринке по случаю окончания школы. И прежде чем поступить в колледж и разъехаться кто куда, подруги решают лишиться девственности во время вечеринки. О их грандиозных планах случайно узнают их родители и решают, что секса не будет. Тогда они решают поехать за ними и во что бы то ни стало предотвратить ошибки. Фильм смешной и прикольный, но, честно говоря, я ожидала от него чего-то более классного, более смешных шуток. В общем, фильм неплохой, но я ожидала большего. Леди Бёрд Фильм очень непростой. Сюжет вертится вокруг ученицы старшей школы Кристины Макферсон. Личности со сложным характером и своими взглядами на жизнь, которые значительно отличаются от взглядов других. Она живет в калифорнийском городе Сакраменто, но ненавидит его и мечтает переехать в Нью-Йорк, где кипит жизнь. И она мечтает об этом, но ее семья не может этого себе позволить. Да и учитывая успеваемость девочки, родители считают, что она не заслуживает этого. Она очень сильно пытается быть не похожей на других. Ее волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и просит так ее называть. И главная ее мечта вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк. Фильм очень непростой, но очень интересный. Мне он очень понравился и даже запал в душу, поэтому я вам его очень рекомендую. Убить выпускной. Здесь просто шикарный актерский состав. Дэниэль Кэмпбелл, который мы знаем по диснеевскому фильму «Звездная болезнь». Джоэл Кортни, которого мы сегодня видели в фильме «Будка поцелуев». А также прекрасная Мэдлайн Пэтч, которая снималась в сериале, который просто взорвал интернет. Это «Ривердейл» и я просто в восторге. В средней школе Мэдди и Коул были близкими друзьями, но с течением времени Мэдди становится одной из самых популярных девочек в школе, а Коул неудачником. Однако, после того, как Мэдди застегает свою лучшую подругу со своим парнем, который был самым горячим парнем школы, ее жизнь полностью меняется и она снова сближается с Коулом. Так, она решает объединиться с другом детства, чтобы отомстить бывшему и не дать ему насладиться выпускным. Очень веселый и крутой фильм, так что я вам его рекомендую. «Клуб Завтрак» 1985 года. Не обращайте внимания на дату, фильм просто замечательный. Впервые я о нем услышала из фильма «Идеальный голос». Как известно, в любой школе, любой страны ученики делятся на типы и категории. Ботаны, крутые, спортсмены, качки, плохиши, чудаки. И героям фильма «Клуб Завтрак» пятерым подросткам, которые являются представителями разных групп, качок, умник, принцесса, плохиш, чудачка, не очень повезло. За плохое поведение они наказаны и вынуждены приехать в выходной день в школу и написать сочинение, кем вы себя представляете. Им эта перспектива не особо нравится, так как им придется провести весь день совершенно неинтересными одноклассниками. Но знаете, фильм очень интересный, необычный и заставляет задуматься о стереотипах и еще многих вещах. Даже если вы не любите старый фильм, я все равно вам советую посмотреть это кино. Оно очень крутое и я вам его очень-очень-очень рекомендую. Ну что ж, вот такая вот подборка получилась. Я надеюсь, она вам понравилась, так что не забудьте поставить палец вверх под этим видео, подписаться на мой канал. Также не забудьте смотреть другие видосы и нажимать на колокольчик. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Сияйте, пока! Субтитры сделал DimaTorzok